Народы из Кавказа, которые в этой армии, это вот полностью, это одна армия, а кадыровцы это какие-то другие, значит, люди. Нет, они все являются одной российской армией. Илья Яшин утверждает, что он против империалистов, что он против любой войны, порицает войны в Афганистане, в Течне и Украине, но при этом он против того, чтобы дать свободу народам РФ. Что думаешь? Я думаю, что у Яшина, я бы не согласился со всем тем, что ты описал, против войны, любой и так далее. Я не думаю. Я думаю, у Яшина есть некоторые противоречия в том, что он говорит. И я думаю, он очень четко разграничивает вот эти российские войны. То есть где-то для него войны это допустимая тема, где-то она недопустима, как вопросов с Украиной. И Яшин, он же открыто говорил, комментируя слова этого актера, сыгравшего в фильме про два Бодрофа, комментируя его слова про то, что, значит, когда твоя страна воюет, ты не можешь ее критиковать. Он очень четко обозначил, сказав, что это он говорил про Чечню, про войну в Чечне и неправильно это применять к Украине. А почему это неправильно применять? Потому что там была другая война, потому что там были действительно враги. Здесь понятно, что его убеждения не очень далеко ушли от официальных сегодня кремлевских убеждений в отношении нас. В отношении украинцев, да, он однозначно против, он осуждает войну, он против Кремля. Я не говорю, что он там не оппозиционер. Да, он оппозиционер, но все-таки в вопросах чеченцев, я думаю, он очень близок к кремлевскому мнению. Видишь ли ты какого-то из российских оппозиционеров, такого человека, который, придя к власти, отпустил бы по-мирному те народы, которые не хотят жить в составе РФ? Честно говоря, есть Явлинский, единственный, по-моему, единственный, кто допускал отделение чечений еще тогда в его предвыборной программе. Это было. Он, по-моему, единственный, кто вот прям ясно в этом вопросе высказался. Все остальные, конечно же, такой четкой и ясной позиции в этом вопросе не имеют. Даже те, кто говорят, что вот войны не нужны, но они не говорят, что это другая страна, оставьте в покое людей, их государство. Это не Россия, они этого не говорят. Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации около 22,6%. Население России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Я часто вижу, что на это акцентируют какое-то внимание. Я, честно говоря, не вижу в этом каких-то проблем. Люди могут пользоваться выгребными ямами, не иметь газа, но это не мешает им быть высококультурным обществом. Мы когда-то не имели тоже канализации. Кстати, во многих чеченских селах ее и нет. И людям она не нужна. Они не будут ею пользоваться. Они не хотят. Люди хотят жить вот как по старинке. Но это абсолютно воспитанные, высоконравственные люди с высокой моралью. Они никогда не будут мародерствовать, допустим, не будут воровать. Но это все-таки не это является каким-то показателем. Я так считаю, по крайней мере. Я не вижу смысла на этом акцентировать внимание. Они воруют унитазы, стиралки, вилки, ложки и даже собачьи будки. Их специально держат в нищете и дикости, потому что людей, которые живут по-человечески, невозможно послать на смерть по прихоти Путина. Я опять, знаете, не согласен с тем, что это проблема бедности. Люди бедные, они, как правило, бывают, наоборот, гораздо более воспитанными. У них бывают больше вот эти моральные ценности, какие-то табу, которые они не переступят, то есть границей. Я сужу по нашему народу. Ведь у нас люди, которые живут беднее, бедно, они, наоборот, всегда исторически так было, что они были более такими строгими в воспитании своих детей, в отношениях со своими родственниками, соседями, в готовности делиться последним куском хлеба, в готовности жертвовать собой ради какой-то общей пользы. Наоборот, мы видим вот это вот какое-то высокое, то, что у нас очень ценится, высокую нравственность. Мы видим среди бедных людей. Поэтому я не хотел бы это связывать с бедностью. Так как если мы параллель такую проведем, что они так поступают, потому что живут бедно, то мы как будто бы скажем, что если человек бедный, значит он априори вор, мародер, и ему нельзя доверять. Я бы не хотел, чтобы мы так рассуждали. И я считаю, что это неправильно. Я думаю, здесь проблема не в том, что они бедные. Будь они даже богатыми, будь они там людьми среднего класса, они все равно вели бы себя именно так. Потому что это какое-то внутреннее состояние их души. Они так воспитанные, они считают это нормой, для них это нормально. Они даже придумали этому слову, точнее они не придумали, они подменили понятие трофей. Они мародерство называют трофеем. Ну это такой абсурд просто. Если русские подменили понятие и занимаются мародерством, то чем занимаются кадыровцы? Это же чеченцы, какие бы они ни были, у них тоже это изнутри идет. Я ведь не сказал, что это русские подменили. Зачем вы акцентируете внимание на отдельном народе? Это российская армия, это Россия, сегодня подменила это понятие. Но не сегодня, они-то давно это сделали. А кадыровцы, они тоже часть этой армии, они тоже россияне. Почему они должны быть другими? Почему вы пытаетесь из вот этой общей российской армии вытащить какие-то отдельные народы? Как будто бы вот буряты, якуты, алтайцы, татары, башкиры, народы из Кавказа, которые в этой армии, это вот полностью, это одна армия, а кадыровцы это какие-то другие, значит, люди. Нет, они все являются одной российской армией. И у всех у них одни палатки, они их как будто одна мать одному отцу родила. И не нужно среди них там искать в сортах дерьма, там разбираться, смысла нет. Все они являются одной субстанцией. Что скажешь насчет того, что Дагестан занимает первое место среди регионов в отраже электронной техники с Украины? Я в шоке со своих земляков, какими нужно быть болванами, чтобы тырить технику с Украины. Я ничего по этому поводу не скажу, кроме вот уже сказанного. Это российская армия, и не важно, дагестанцы в ней, кабардинцы, чеченцы или буряты. Это российская армия, и этим все сказано. Субтитры создавал DimaTorzok